Телеканал «Россия» и студия «Позитив» представляют Илья Олейников и Юрий Стоянов В русской народной передаче Уважаемый Павел Юрьевич, приезжайте на отмеченное место И вы получите то, что заслужили, но не получили за всю свою сознательную жизнь Ваш старый друг Ну, приехал я, ну Что, разыграли, что ли? Павел Юрьевич? Да Ну как? Вы готовы получить то, что вы давно заслуживаете? Кто вы такой? Что получить? Это сюрприз Ни за что не догадаетесь Да? А что у вас с такой странный вид? Вообще откуда вы? Мы? Мы из похоронного бюро А я с вами буду стреляться, Павел Юрьевич На дуэли, Павел Юрьевич Стойте, стойте, стойте Стойте, стойте Стойте Не надо нервничать, не надо Это наша машина Она вас подождет Господа К барьеру Городок у барьера Вы что, сумасшедший? Что за чушь? Какая дуэль в наше время? Ну, как это может быть? Узнаешь, гад? Солобаков? Сашка? Ну, скотина, а Всю жизнь ты у меня под ногами путаешься Мало я тебе, гадо, в школе бил В институте бил На заводе бил, 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 бил Не добил Надо было тебе все зубы выбить И руки-ноги-то переломать Тебе, Бякин Тебе Врагу всей моей жизни В Африку надо было уехать Работать в джунгли Понял? Что за бред? В Африку Кем там работаешь? Зверем Зверем Там в Африке таких зверей, как ты Почти не осталось Спасибо Спасибо вам, Степан Кузьмич Что вы приехали А то я с этим медведем Шатуном уже замучился Извелся весь Он же бродит тут По лесу Ненаруком задерет Он же всю зиму не спал А что ж ты Василий Его не пристрелил? Так а как? А как на него выйдешь? Как его возьмешь-то? Я уж и так думал И я так думал Вот на вас вся надежда На старшего егеря А я нет У меня уже башка раскалывается Башка раскалывается? Так, милый Это надо таблетки выпить Какие? И пройдет Вот, таблетки На-ка На-ка, лучше две Две Тут Василий Надо хитрость Ба Применить А в хитрость? Ну, а раз этот медведь не спит Надо его снотворным Ушипить И накрыть Ой А как? Как его усыпешь-то? А снотворные? Ему в пищу надо подмешать Понял? Понял Понял Понял, да Смотри, уже действует Я понял Ничего ты, Вася, не понял Я понял А ну-ка, не спать Не спать Не спать А то мне придется Такую тяжелую пищу Ему самому тащить Давай, давай, давай Пошел 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 Ты сумасшедший Какая дуэль? Вроде сумасшедший Пошел Психдиспансер Справочку Медицинскую На правах Получить А у них там Под моим фио Какой-то буйный Числица Вот они мне Эту справочку И выдали Так это же ошибка Да, ошибка Для меня ошибка А я подумал Может быть для тебя Это судьба И решил тебя На дуэль вызвать Так, бах И все Ты сумасшедший Тебя в тюрьму посадят Да, я сумасшедший Именно поэтому Меня в тюрьму И не посадят Ну что Как вы тут Как вы тут жили Ребятки Пока я В отпуске был Ты знаешь Неспокойно Как-то мне все время Было на душе Как-то неспокойно Ты же у нас тут Человек Новый Сразу за начальника Остался Да, я сам так волновался Товарищ полковник Вы знаете Для меня все так необычно Знаете Вот такого уровня доверия К заключенному В пенсиональных заведениях Я никогда еще не видел В каких заведениях? В пенетиционарных Ага Ну В пенетици... В пенсион... Короче Да У меня метод один Доверие Никакого формализма Понимаешь? У меня же все Заключенные делают сами Все Сами порядок В камерах Наводят На кухне работают Да выгуливают себя сами Все сами Все Я просто поражен Товарищ полковник Вот только Ремонт в камерах Давно не делали Я приготовил для вас Небольшой сюрприз Какой? Какой сюрприз? Ну мы Стены в камерах Покрасили Правда Заключенные Почему-то сопротивлялись Вы знаете Он там такой ужас Все стены Ищерканные Вы знаете Каждый из них Черточкой отмечает Сколько он уже Отсидел Что вы? Ребятки Что вы? Ага Что же вы? Что же вы? Начальник Таких а тут Сидеть все Все Что же вы? Ребятчики Что же вы? Что вы? Что вы? Что вы? Что просто Как? Аааа сходил В отпуск Ну Ну дай мне пару раз по морде И разойдемся Слушай Бекин Ну будь ты мужчиной А У тебя есть хоть какое-то представление Что такое честь? Что такое дуэль? Да ну просто Ну какая в наше время честь А дуэль это вообще Это цирк Это просто цирк Нет Это не цирк Ну какой же это цирк Кто из нас сумасшедший? Дуэль – это не цирк. Стреляться – это в кире. Кир, давай к барьеру. Давай, 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 давай. Опа. Нифига себе. Такого я ещё никогда не видел. Ты чё, как в кино банка ограбил? Нет. Я клоун из цирка. А, из цирка? Угу. Ну, и за что у тебя сюда? Тигра покусал, а? Хулиган. Просто я грустный клоун. Очень грустный. И с автором мне не повезло. Ну, который репризом мне сочиняет. Бездарь он, а не автор. Чё? Типа не смешные шутки сочиняет? Ну, когда я на арену выхожу, зал умирает со смеху. Ну, чё ж ты тогда на него гонишь? Так, репризы у него паршивые. Я вообще не понимаю, что у них смешного. Артисту у них сыграть нечего. Но я говорю, бездарь. Бездарь, а не автор. Ну, вот послушайте. Ну, тихо там. Разболотались. Тихо сказал. Или иначе объясни. Смешно, очень смешно. Очень смешно. Теперь я же ещё не закончил. Давайте я... Нет, давайте я это расскажу. Очень смешно. Я вообще не понимаю, как ты сюда попал? Ой. Ну, я же сказал. Зал умирает со смех. Уже два зала умерло. По пятьсот человек. Чё, серьёзно? Серьёзно? Ну, давайте докажем. Не знаю. Ну, давайте. Помогите! Помогите! Заткнись, гад! Не могу, не могу. Милиция! Клоуны жизни лишают! Вот тут и будем стреляться. Вот пистолеты. Там как бы дуэль. Мы как бы стреляем друг в друга. И как бы друг друга убиваем. Как бы? Слушай, ну ты доймёшь вообще. Это шутка? Нет, это не шутка. А что, это игра такая? Ну да. Да, это игра. И вот тот, кто проиграет, поедет с моими ребятами на кладбище и там будет играть в похороны. Не волнуйся. Всё будет очень красиво. Всё будет красиво. Гроб, оркестр. Осталось только имя на венках написать. Ужас. Ужас. Пафнутий Кириллович. Ах, Андрей Матвеевич. Андрей Матвеевич, да. Пафнутий Кириллович. Вы продолжаете утверждать, что якобы я не разбираюсь в опытах по размножению бактерий. А позвольте вас спросить, милейший, почему вы продолжаете заниматься темой по праву, предлежащей мне? Я имею в виду ваши опыты по размножению людей, которые вы проводите с моей женой. Речь может идти только о дуэли. Извольте. Ну, я надеюсь, мы с вами не опустимся до банального кровопролития. А нет. Выбор оружия за вами. Замечательно. Значит, посмотрим следующим образом. Так. Вот я тут как раз приготовил для опытов. В одном из стаканов спирт, в другом вода, зараженная штаммом сибирской моровой язвы. И что же? А, выбор за вами. Вы выпиваете один из этих стаканов, а я другой. И пускай нас рассудит случай, так сказать, опытным путем. Значит, или спирт, или смертельная болезнь. Да. Я согласен. спирт. Воды, 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 воды. Ой, спасибо. Спасибо. Что я заделал. Да. Не разбираетесь вы в опытах. Ну, бери пистолет и зачищайся, ну. Да подожди ты, ну. Это не по правилам. Я должен знать, за что ты меня вызываешь. Ты, гад, меня всю жизнь испортил. Ты меня еще спрашиваешь, за что я тебя вызываю. Да за все. Да за то, что ты бил меня с детства. За то, что ты девчонок у меня всех отбивал За то, что поклёпы на меня писал За то, что с работы меня выгоняли Стоп, я всё понял Так вот по правилам дуэли Я могу попросить тебя прощения Так что извини Всё, ты доволен? Мы в расчёте? Смотри Раз уж вот отдел кадров тебя ко мне прислал Ты у меня по струнке будешь ходить Мне в бригаде вот так вот А бы кто не нужен, понимаешь? Мне нужен уникальный специалист Петю покойника заменить Я понимаю, я буду стараться Я с детства мечтал хрусталь делать Вот красоту вот эту Что ж ты раньше к нам не шёл, дружище? На фабрику-то нашел Ну так я служил Потом сверхсрочное, потом училище А как в запас вышел, сразу к вам сюда Правильно Ну что, знакомься, вот Новая семья твоя, коллеги Пожалуйста Знакомьтесь, это Дима, Миша, пожалуйста Здравствуйте Бригада теперь, это твоя Грузчиков Грузчиков? М-м Я просил учеников мастера Вот ты даже сейчас вот не заметил, да? Как ты походя вот так ребят взял и обидел Зачем ты так? Извините, ребят Прости, Миша Зачем? У нас все начинают с грузчиков Хорошенькое дело Ну и какой же вам грузчиком специалист нужен? Так это Лётчик Вы шутите? Ну я Лётчик Майор запаса Шапкин Кончайте ржать Ну вот рано радуетесь Вот сейчас вот Вот просто вот реально Вот рано радуетесь Вот зачем это? Извини, Лётчик Значит так Ну мне тебе как Лётчику Вот даже неудобно говорить Что Главное для Лётчика не взлёт А Посадка Правильно? Есть одна У Лётчика мечта Высота Высота И сейчас твоя мечта сбудется О, Лётчик Миш, давай Значит Давай Держи кревко так Пришли к себе Кревко держи Пожалуйста Ну чтобы ни одна вазочка не разбилась Я тебя прошу Без человека жить Через забор их не перекинешь Понимаешь? Давайте, ребят Давай, Лётчик Давайте Петю помним Помним Петю, ребят Пошли к заборчику Так Взлёт разрешаю И Раз Два Три На первом же вылете Я вам говорил, что вы рано радуетесь Вот я говорил вам Рано вы радуетесь А Петю вот так вот Просто вот так не заменишь Вот так Двести пятьдесят два вылета Человек совершил Пока не разбился Пойду, отдел кадров Жду Городок у барьера Пожалуйста, возьми Я прошу Подожди, подожди Подожди Чего ты волнуешься? Чего ты волнуешься так? Да никто ничего не узнает Ты сказал, что потом на кладбище Да А дальше что? Ну дальше Дальше там много всяких вариантов Но в конце всегда закапывают Ну бывает же, что я её выкапываю Эксгумируют? Да Ну это разве что Через тысячу лет археологи Ты же не фараон какой-то Кому ты нужен? Кстати, о фараонах Милиция! Жизнь замечательных людей Английский археолог Говард Картер Открыл цивилизованному миру Гробницу фараона Тутанхамона И одного советского коллегу Уникальная вещь Откуда она у вас? Египетские товарищи прислали Я думаю, это период Восемнадцатой династии Потрясающе Я тоже думал, что это где-то После семнадцатой династии Но до девятнадцатой Но вот так точно, как вы Восемнадцатой Вы не только выдающийся египтолог Но ещё и замечательный математик Мистер Картер Давно хотел вас спросить Да не надо, я не хочу про это говорить Я что? Я так много слышал О так называемом проклятии фараонов Все участники экспедиции Которые пытались разгадать Эту загадку Загадку фараона Умерли Умерли? Почему? От умственного перенапряжения Ты подумай Да, дело в том, что Возле саркофага Фараона Мы нашли ещё Множество других саркофагов В которых были аккуратно уложены По одной мумии Два золотых ожерелья Четыре серебряных браслета Двадцать пять перстней И ровно сто бусинок в каждом Идиоте А что там удивительного? А ещё Под крышкой каждого саркофага Мы нашли Вот это Пятнадцать лет Наши учёные пытались Разгадать эти иероглифы Но это тайна Тайна фараона Мистер Картер Вы если ещё что-нибудь такое найдёте Вы лучше сразу мне звоните Вы что, знаете, что это такое? А что вы конфетки не кушаете? Ну скажите, я вас умоляю Поднимаем крышку И здесь Приблизительно То же самое Эти иероглифы Означают Укладчица номер пять Ну возьми пистолет Не, не. Ну, я тебя прошу. Ну, возьми пистолет. Не возьму. Ну, возьми пистолет, иначе ты не мужчина вообще. Да? Я не мужчина. Я не гордый. Хорошо, я буду стрелять один. Но тогда у тебя вообще никаких шансов. Вообще. Ну, хорошо, хорошо. Я мужчина. Ты мужчина? Какой ты мужчина? Ты вспомни, как ты у меня девчонок уводил, гад. Ты им говорил, что я жирный. Ты им говорил, что я урод. Что я тупой. Что я на таракана похож. Что, неправда скажешь? Правда, правда. Чистая правда. Только я им этого не говорил. Что, честно? Честно. Кино. Художественный фильм. Собор парижской богоматери. Прости, Господи, душу грешенную. Ах, Эсмиральда. Ах, Вазимода. Прошу, выслушай меня. Я слушаю, слушаю тебя, Квазимода. Ах, нет. Ты все-таки выслушаешь. Я слушаю меня, я знаю. Ты красивая, ты молодая. Я понимаю, ты не можешь полюбить такого, как я. Почему? Я люблю тебя, Квазимода. Я тебя очень, очень люблю. Ау, неужели в твоем сердце не найдется уголочкой для меня? Ну, почему не найдется? Ну, найдется. Уже нашелся? Квазимода. Квазимодик. Квазимодюшка. Ну, иди ко мне. Иди. Квазимодюнчик. Ну, возьми меня. Ну, возьми меня всю. Аааа, я знал. Я знал, что у меня нет никаких шансов. Это потому, что я урод. Потому, что я горбун. Прощай. Да нет. О, боже. Мало того, что урод и горбун, так он же еще и глухой. Ну, а какой брутальный мужчиночка. Надо его обязательно женить, пока кто-нибудь не выхватил. Квазимода. Ты куда пошел? Ну, идем. Идем. Сюда иди, Буму. Ну, можно, можно, можно. Можно. Эй, почему не я? О, боже. Иди. Опа. Оба попали. Это что, нам теперь обоим крантай? Я не хочу на кладбище. Я не хочу на кладбище. Я буду другим. Клянусь тебе, клянусь, я буду другим. Да успокойся ты, ради бога. Смотри, как тебя продело так. Ну, что ты дергаешься, успокойся. Это мой психоаналитик мне посоветовал тебе вот такую вот встряску устроить. Говорит, может, это поможет тебе стать другим человеком? Фух. Вот, может, это глупо. Я вот чувствую, как все старое во мне умерло, а новое появляется, доброе такое, и хорошее, правда? И хорошее. Так ты фиксируй это, Павлик. Пашенька, ты фиксируй это, понимаешь? Ты же становишься другим человеком, добрым, хорошим, порядочным, покладистым. Ты понимаешь это? Понимаешь? Я тоже вот, ты понимаешь, я когда... Я тоже почувствовал, что во мне все как будто перевернулось. Какая-то вот, какая-то уверенность появляется в себе. Какое-то чувство собственного достоинства. Какое-то стремление к успеху, понимаешь? Вот. Отвечать надо, когда я тебя спрашиваю! Ты понял, ты урод! Что ты всю жизнь у меня под ногами путаешься? Я вот так, как дым тебе по морде один раз! Как хочется вернуться, Ах, как хочется ворваться в городок! Редактор субтитров А.Семкин